Телеканал КРТ представляет Я был в кабинете, в котором работал Буш младший, когда был губернатором Техаса Я был в Техасе по приглашению тогда губернатора Рика Перри Мы очень много посмотрели, это штат невероятный, единственный штат, который не самостоятельно вошел, а был завоеван У них висят знамена, как одной страны, так и другой Знамена боевые, с простреленной тканью, с обожженными краями Они очень гордятся тем, что так они получили Но об этом, кстати, там очень часто говорят У них за это не садят, не бьют, у них не бегают нацики по улице У них памятники конфедератов, проигравшей стороны, стояли во многих штатах То есть можно по-разному относиться к конфедерации? Я, насколько понимаю, в Техасе, а Техас это вотчин республиканцев В Техасе нет погромов, погромы там, где смешались кони, люди, где, скажем так, стали такие мегаполисы, которые уже нельзя назвать американскими городами Там непонятно, на каком языке больше разговаривают, на испанском или на... Но в США же нету закона о государственном языке Когда-то хотели принять о немецком языке А зачем? Но не приняли США это государство, которое было создано на основе договора, общества и власти Потому если меняется общество, то меняется и Америка Если сейчас испаноязычное, ну значит будет испанский Слушайте, ну кстати о кланах Вот мы говорили о том, что нельзя добиться успеха Даже Арнольд Чварценеггер, всем хорошо известный как актер и как политик Он тоже был женат на представительницы как раз клана Кеннеди И это мало, ну как бы, афишируется в нашей информационной повестке Но на самом деле на определенных этапах, вот даже браки, вход в кланы Это определенный, знаешь, как билет в закрытый клуб Я о чем говорю, это закрытый клуб Я слышал, будучи в США, историю о том, что Трамп долго не мог попасть в закрытый гольф-клуб Потому что имел на тот момент как бизнесмен неподходящую репутацию для тех людей, которые там были В чем была неподходящая репутация? Что они не могли стоять на одном поле? Нет, могли стоять на одном поле, но гольф-клуб это закрытое общество Где люди не просто играют, курят сигары Гольф единственный вид спорта, который не относится к допингу Там даже можно виски выпить и идти играть То есть не считается нарушением права Ну если мы говорим не о супер-профессиональном, а о любых соревнованиях Так вот там же и происходит общение Гольф это по большому счету общение То есть у нас в бане приходят и там политические вопросы решаются А там в гольф ходят Да, тут вот знаешь, как бы трампа не пустили, в одну баню бы не пустили Поэтому у нас многие вещи происходят через одно место, которое не голова Понятно Но в США, кстати, существует, вот они называют, если президент стал игроком в гольф Это часто воспринимается как негативный ярлык Я не знаю Что президент предал широкие круги населения Я когда-то был Оторвался от низов? Я когда-то был в гостях у Андрея Шевченко Он тогда, по-моему, завершал играть за Челси Я был у него дома И он показывал невероятное место Красивейшее И он такой человек с хорошим очень вкусом Сопруга у него очень приятная И он показывал Вот у них есть там гольф-клуб Буквально там от него пешком 5 метров А он говорит Говорит, это наш местный Говорит, а вот тут через 100 метров Ну или чем Через 2 километра Есть закрытый Я, говорит, два года ждал Пока рассмотрят мою заявку на членство Я говорю, а зачем? Ну, посмотрите, какой классный гольф-клуб Говорит, он современный Я там даже брюки себе купил Чтобы поиграть Не было одежды специально Там же обувь специальная Обувь и брюки я там купил В Порошопе А он говорит, ты что-то не понимаешь Говорит, вот этот клуб Там, где ждал членство Донгл А он, говорит, закрытый Говорит, туда попасть Ну, наверное, статусный Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова